Привет, девчонки! В эфире Школа Шоппинга Татьяна Тимофеева. И нам с вами пора разобраться с самой главной одеждой на предстоящие несколько месяцев. Сегодня учимся выбирать пуховики, базовые пуховики. Я напоминаю, что это такой пуховик, который долго не выходит из моды. Он умеет выглядеть дороже, чем он стоит. Он сочетается с любой одеждой, обувью, сумками и рюкзаками. То есть, это такая настоящая палочка-выручалочка в вашем гардеробе. Чтобы ее найти, нам нужно быть очень придирчивыми, очень привередливыми и внимательными к деталям. Ведь любая даже незначительная ошибка не позволит нам купить именно идеальный базовый пуховик. А значит, мы можем нечаянно купить что-то, что уже не носят. То есть, пуховик с устаревшим дизайном, который нас точно не украсит и не поможет нам выглядеть сильно и дорого. Либо какой-то пуховик, который не захочет универсально сочетаться с нашей другой одеждой, обувью и сумками в нашем гардеробе. И мы потом замучимся собирать с ним комплекты. Либо промахнемся так сильно, что даже несмотря на высокую цену вашего пуховика, он будет выглядеть дешево. В общем, вот этих вот приключений за наши же деньги нам, конечно, ни капельки не надо. Поэтому в этом видео мы с вами сначала разберем типичные ошибки выбора пуховиков. А потом я покажу вам идеальные пуховики, наверное, три, которые я бы купила себе и искренне бы порекомендовала купить каждый из вас. Давайте сразу попрошу вас поставить лайк этому видео, потому что если вы нас давно смотрите, то вы точно знаете, что вам будет сейчас безумно полезно и интересно. Вы нигде не найдете такую информацию бесплатно, а учиться такому цену своих ошибок очень дорого и долго. Так что лайкните и погнали. Я пока спойлерну, что мы, как обычно, разошлись и не смогли держать себя в руках настолько, что сделали для вас не только это видео, но еще небольшой бесплатный шопинг-гид по пуховикам, который можно приобрести в России. И отдельный шопинг-гид для девчонок, которые живут за границей. И как его получить, я расскажу в конце этого видео. Итак, ошибка номер один при выборе пуховика – это сложная, мудреная, хитросплетенная прострочка. Ромбики, соты, зигзаги, квадратики, волны и вот это вот все изощренные и навороченные девочки – это дешевит вещь. Поэтому выбирайте горизонтальную прострочку, либо просто гладкий верх. Примеры правильных пуховиков будут в конце этого видео, ждите. Вторая ошибка тоже касается прострочки, причем вдвойне. Если вы видите в одном пуховике скомбинированные два или больше разных видов простежки, то в 99% случаев это будет вас простить и выглядеть дешевле, чем хотелось бы. Так что не мудрите, простота всегда выглядит дороже, чем вот это вот все. Третья ошибка – это слишком крупный масштаб простежки. Огромные квадраты, огромные ромбы, огромные широченные полоски. Обычно выглядят не очень стильно и дорого, а девушкам, которые хотели бы, точнее не хотели бы добавлять в своей фигуре дополнительный объем, такие штуки вообще противопоказаны. Крупный – крупнит. Это не всем нравится, просто помните об этом. Четвертая ошибка – это вообще-то не совсем ошибка, но такой важный нюанс в продолжении темы посадки пуховика по фигуре. Если у него огромные карманы, что сейчас очень модно, то они будут делать вас ниже ростом, приземистей, увеличивать и утяжелять визуальные бедра, укорачивать ноги, добавлять объем фигуре в целом вообще. И все это случается только в том случае, если у вас не идеальная пропорциональная фигура. То есть девочкам Барби просьба, конечно, по таким вопросам не беспокоится. А вот если всего вышеперечисленного вам утрировать в себе не хочется, то выбирайте просто пуховики с обычными карманами, с небольшими карманами, а то и вовсе с прятанными карманами. Пятая ошибка – это меховая отделка. Ну, так просто уже больше не носят. Это уже все не модно и даже отчасти неприлично. Прошу бы, я, конечно, могу снять отдельное видео, если каждый, кто хочет его посмотреть, не зажмет комментарий и лайк, и напишет мне под видео, что ему такое видео нужно. Да, прямо сейчас, конечно, чтобы потом не забыть, и смотрите потом дальше. Все по-честному, девочки, вам полезно узнать про мех. Мне приятно и несложно вам о нем рассказать, если вас таких будет много. Шестая ошибка – это такой, знаете, отчаянный декор. Меховые карманы, всякие вставки из других материалов, разноцветные контрастные канты. И вот это вот все, что, по мнению многих, делает вещь интересненькой. Но на самом деле оно помогает вещи выглядеть дешевле, чем она стоила, и мешает вам создавать стильные образы с вашим пуховиком. Так что лучше избегайте вот этих всех упрошательств. Это портит вещь и вас не. Седьмая ошибка – это принты на пуховике. Есть, конечно, редкие-прередкие исключения, но в 90% случаев принт портит этот вид верхней одежды. Поэтому если вы, знаете, не обладательница безупречного вкуса, вы не любите придумывать по 100 часов, как вот так надеть странную вещь и не очень удачную вещь, чтобы никто и не узнал, что она неудачная, то вам такой пуховик просто не нужен. Восьмая ошибка – это тонкая и слишком блестящая ткань. Если вы хотите, чтобы пуховик выглядел стильно и дорого, берите матовый или полуматовый. Они вообще не выходят из моды. Если прям сил нет, как хочется блестящий и поблестеть, то лайфхак такой. Вместо блестящей такой, знаете, сопливой тряпочки мы берем пуховик с эффектом лака. Дороже всего будет смотреться и универсальнее всего будет в стилизации именно черный лаковый пуховик. Ткань должна казаться такой, знаете, плотной, не хлипкой. Лаковые пуховики имеют большую привязку к моде, и поэтому они то в моде, то не в моде, то в тренде, то не в тренде. В отличие от полуматовых и матовых. Но если вам это не так важно, например, это ваш какой-то десятый пуховик, то почему бы да. Нюансик номер два про вот эти вот лаковые пуховики. Цветные лаки чаще выглядят дешево, чем дорого. Поэтому берите черный лак или какие-нибудь нейтральные лаковые оттенки, например, темно-синий, серый, бежевый, и все будет классно. Девятая ошибка – это неудачные воротники. Вот сейчас мы просто с вами посмотрим на картинки и запомним, как аксиому в алгебре в школе, да, неопровержимую аксиому, что для ваших стильных образов вот такой воротник ничего хорошего сделать просто не может. Он вам в этом вообще не поможет, никак настоящий враг. Все кругленькое, какое-то закругленное, оно взрослит. Девчонки, вот такие вот фасоны, как вы сейчас видите на картинке, это вообще бабий стиль в пуховиках. Правильные воротники я вам покажу в конце видео, так что не переключайтесь. А если до сих пор пожадничали нам лайк, срочно исправьтесь и, пожалуйста, поставьте нам его, то в конце видео забудете, потому что я знаю, вы, когда смотрите, сразу унесетесь скачивать бесплатный шопинг-гид по пуховикам. Так что лайк, пожалуйста. Вот эти вот два воротника мы с вами рассмотрим отдельно. Они, в отличие от предыдущих, относятся к актуальным воротникам. Но вот этот вот короткий тренд, то есть через год это уже будет не очень модно. А вот этот вот может не подойти девушкам, которые пользуются тональным кремом, потому что, девчонки, весь ваш тональный крем сразу же окажется на этом воротнике. Учтите просто это при шопинге. Иногда проще купить, знаете, пуховик с более низким воротником и добавить к нему шарф, потому что шарф стирать гораздо проще и быстрее, чем через день отмывать этот пуховик от вашего тональника. Десятая ошибка – это, знаете, неправильные недотрансформеры. Вообще идея трансформера крутейшая. То есть когда можно взять один пуховик, но менять его по длине, как вам хочется. Пожалуйста, обращайте внимание на реализацию этой идеи. Если тут смешаны несколько разных простежек, вы уже знаете, что лучше не надо. А если вот эта вот пристегивающая часть видна до того, как вы ее отстегнули, вот как сейчас вы видите на картинке, то есть она так грубо пришита, то пуховик будет выглядеть дешево и не очень стильно. То есть деталь должна крепиться, знаете, так вот деликатно, чтобы она казалась единым целым с пуховиком, пока вы ее не отстегнули. В конце видео я обязательно покажу такой пример. Одиннадцатая ошибка – это, ну, не совсем ошибка, это просто такой лайфхак. При покупке, если у вас пышная грудь, широкие плечи, невыраженная талия, объемные бедра, то не тратьте время вот на такие короткие пуховики-курточки с эффектом объема, резко переходящим в резинку. Они даже на тонких девочках, это с супер узкими бедрами, все равно не всегда хорошо смотрятся. А на невысоких и бедрастая фигуристых девчонках такие вещи очень сложно красиво посадить. Поэтому, если нужен короткий пуховик, выбирайте просто такой прямой, без резинки, и он будет смотреться очень хорошо. Самые терпеливые из вас дождались. Часть про правильные базовые пуховики. Мы сейчас с вами начнем с основ длина пуховика. Может быть, любой, как вам нравится, как вам удобно, как вам хочется. Короткий, средний, длинный – просто решите этот вопрос сами. Базовый пуховик – это не черный пуховик, а пуховик такого кроя, который я покажу вам дальше, то есть дело не в цвете, а в дизайне, в косой, не в вещи. Цвет вообще может быть любой, и на самом деле, чем лучше вы умеете сочетать цвета, тем проще вам будет выбирать цветной пуховик и вписать его в свой гардероб, чтобы он стал в этом гардеробе универсальным. Не цветные пуховики, пожалуйста, тоже можно, конечно, потому что на вкус и цвет товарищей нет, как вы знаете. Объем пуховика. Единственное, я бы не рекомендовала выбирать такие, знаете, приталенные, откровенно притальные обтягивающие пуховики. Вот это вот давно не модно. А так берем либо просто прямой, либо чуть оверсайзный, либо очень оверсайзный. И, кстати, вот эти вот все свободные пуховики можно спокойно приталивать поясом. То есть если вам хочется приталить не приталенный пуховик, на здоровье все будет хорошо. А теперь такой вот хит-парад пуховиков, с которыми вы не прогадаете, и будете жить долго и счастливы, которые я купила бы и себе, и купила, конечно. Во-первых, показываю вам сейчас удачный трансформер, и вы вот можете на нем видеть, как вот аккуратно состыкованы вот эти части. Во-вторых, для тех, кто не любит длинные пуховики, я бы порекомендовала такой укороченный пуховик Парку. Степень его прямоты или оверсайзности вы уж сами себе выберете. Я тут вам разные примеры показывают цвет, тоже выберите сами. Если нужно пуховик подлиннее, то вот сейчас покажу вам на картинках идеальную базу. И надо обратить внимание на воротник. Воротник с купюшоном или английский ласка. Вот это такие беспроигрышные, удачные варианты, которые из моды не выйдут, помогут вам выглядеть стильно, дорого, ухоженно, красиво даже зимой. И, кстати, если вы не хотите стеганный пуховик, то берите смело гладкий. Он смотрится менее спортивно, более кужуально. С ним можно создавать изысканные, минималистичные образы или образы в стиле авангард. И еще его можно носить в офис, потому что если у вас там дресс-код, и вы замучились подбирать себе неспортивную, теплую верхнюю одежду, вы, например, мерзнете в пальто, и вы не любите шубы, то вот такой вот пуховик вас очень выручит. Чуть подробнее давайте остановимся на английском ласкане, потому что это вообще самый лучший, самый стильный вариант воротника, который вообще никогда не выходит из моды. Он нужен именно с уголками. Пожалуйста, ничего не круглите. Многим вот эти вот все круглые воротники добавляют лет, солидности вместо успешности, простят вместо того, чтобы помогать образу выглядеть дорого и ухоженно. Следующий мой фаворит – это пуховик из матовой ткани. Можно выбрать такую, знаете, более элегантную женственную версию в духе пальто-халата с поясом, либо более спортивный вариант. Все это зависит от вашего стиля, от ваших предпочтений. И то, и то, что я вам сейчас показываю, это очень удачная, хорошая база. Это надолго, из моды это не выйдет. И если вы возьмете, конечно, из моды не выйдет, если вы возьмете не только такую ткань, как я вам показываю, но еще и такой фасон, как я вам показываю. Что ж, девчонки, время ставить лайки, если вы так их и не поставили. Круглород обмена надо поддерживать и благодарить друг друга за пользу и хорошее настроение. Я вас лично благодарю за внимание, желаю вам удачного шопинга и тепла. А чтобы скачать абсолютно бесплатно шопинг-гиды по пуховикам, один для шопинга в границе, и второй для шопинга в России, пожалуйста, переходите по ссылочке в описании под этим видео в наш телеграм. И за подписку на телеграм-канал «Школа шопинга» забирайте в подарок гид или сразу два. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok